Эльвира Арслановна Гатина Эльвира Арслановна У вас всегда есть два выхода Общество наше предъявляет очень высокие требования к тому, каким он должен быть Должен быть сильным, должен быть успешным, многого добиться, обо всех заботиться и так далее Поэтому, если мы говорим про такую картину, скажем так, или рамки, которые... Вот есть рамки в аэропорту, багаж Багаж должен пролезть обязательно, ручная кладь То мне кажется, что мужчинам сейчас приходится не очень легко Потому что какие-то вот такие требования предъявляются И он должен пролезть вот в эту вот рамочку Которая есть в голове у женщины или в понимании общественном Мне кажется, что он меняется, но не сильно Потому что меняется само общество, меняются взаимоотношения Меняется все то, что нас окружает То есть если раньше, допустим, мужчина должен был построить дом, посадить дерево и вырастить сына То сейчас просто дом стал немножечко побольше И может быть где-то дом должен быть где-нибудь на берегу моря Дерево превратилось в какой-то сад или же в огород большой То есть может быть это даже не одно дерево, но и не один сын То есть сына еще нужно отвезти в школу Обязательно дать хорошее образование и так далее, и так далее, и так далее Мне кажется, вот к этому навешаны еще большие такие вот уточняющие обстоятельства То есть мы как бы каждый раз уточняем, что дерево должно быть покрупнее И дом, пожалуйста, побольше Для того, чтобы соответствовать тем красивым картинкам, идеальным картинкам Которые есть сейчас в интернете Которые активно пропагандируются сейчас и средствами массовой коммуникации Потому что мы понимаем, что это как такой маркетинговый ход Очень хорошо работает на покупательское поведение людей С моей точки зрения, это такое крепкое плечо и крепкая рука То есть вот учитывая, что мы тоже сейчас можем и дом построить, и вырастить, и посадить дерево То здесь не столько эта тема про деньги, не столько про успешность Потому что, в общем-то, мы можем реализовать это самостоятельно А вот такая крепкая рука, крепкое плечо, надежное То есть вот надежность Мне всегда очень нравится, вот когда сравнивают, допустим, мужчину со скалой Есть рекламы такие, где там скала или же что-то такое Есть вот такие деревья, знаете, которые, как они называются, которые очень-очень долгое время растут Ну, например, у меня на даче есть дуб И мы как-то пытались измерить, вот сколько лет ему читали в интернете Что по количеству колец там можно обнять дерево Дерево обнять невозможно, оно очень... То есть мы сделали вывод, что ему больше 80 лет, этому дереву И оно, знаете, оно такое крепкое Вот когда дача у нас находится в лесу И когда случается сильный ветер Да, конечно, все деревья качают Но дуб качает по-другому Он качается меньше, он качается только наверху А вот у основания, да, оно очень крепкое Вот эта метафора, она очень мне близка Когда я думаю про мужчин Мне кажется, вот мужчина это человек, который именно крепкий И причем он должен быть крепок морально Вот морально-волевые, скажем так, качества Потому что мы женщины очень эмоциональны Да, нас может качать и болтать из стороны в сторону И вот тот человек, который рядом Либо в твоем окружении Вот это вот качество такое стабилизирующее Да, вот в этих нестабильных условиях Да, потому что мы живем сейчас в очень сильно нестабильных условиях Все меняется постоянно, да Многие экономисты говорят, что это турбулентное время Вот во время, когда от тебя, в общем-то, ничего не зависит Да, и все, в общем-то, начинает качать и трясти Вот это мужское качество Такое, как стабильность, уверенность, да И крепкое эмоциональное состояние Оно, мне кажется, вот выходит на первый план Я не психолог, но мне кажется, это какие-то образы, связанные с образами наших родителей Отцов и так далее Да, и, наверное, я думаю, что, да, не могу, конечно, говорить за всех Но, по крайней мере, в моем окружении Те мои подруги, с которыми я общаюсь А это все, вот какую ни возьми Успешные, она что-то сделала Это не обязательно финансовый успех Она реализуется в своем собственном деле Очень самоуверенные Да, всем требуется вот это вот надежное плечо Все рядом, уверенная рука Хотела сказать, ствол спокойственный Как-то выглядит не очень Да, то есть вот эта надежная рука, уверенность Это то, что требуется И крепкое плечо то, что требуется По крайней мере, женщинам, находящимся в моем окружении За это могу сказать точно Мы не можем вот так по своему желанию сказать Сейчас ты должен быть сильным А сейчас, пожалуйста, помолчи Да, поэтому понятно, что мы выбираем себе партнеров Исходя из каких-то внутренних ожиданий Да, но нужно понимать, что вообще гармоничные отношения Невозможно, когда мы во взрослых позициях находимся Это моя излюбленная тема Я в коммуникациях всегда про это говорю Что мы четко понимаем, для чего мы создали эту семью Вот, в общем-то, мы четко понимаем С кем мы эту семью, например, создаем Да, или же, если речь идет не о семье То дружба, или же бизнес, ну и так далее Что бы ни было, да То есть когда мы вступаем в какие-то партнерские отношения Поэтому, если мы понимаем, что мы имеем перед собой человека Который, ну, обладает определенной силой характера Или же иногда бывает жесток Да, иногда, может быть, бывает не очень, скажем так Ну, сдержан в высказываниях То мы либо принимаем это, либо не принимаем Я думаю, что здесь вопрос договоренностей То есть вот эти договоренности взаимные Которые есть между людьми Да, и это вопрос просто понимания того, что тебе нужно Вообще, на мой взгляд, сейчас институт семьи переживает Институт брака, скажем так Переживает, ну, возможно, даже не самые лучшие свои времена Потому что достаточно посмотреть статистику Количество зарегистрированных браков И количество людей, которые разводятся Ну, если кто не знает, я скажу Я точно не помню цифру, но количество людей, которые разводятся Больше, чем количество людей, которые регистрируют брак И мне кажется, что здесь тоже вопрос договоренности Мне кажется, что люди просто-напросто Не договариваются на берегу Они не договариваются о том, как они будут жить друг с другом Они не договариваются о понятиях Вот мы, те, кто занимаются наукой, например Очень любим на конференциях договариваться сразу о понятиях То есть мы как бы говорим, а сейчас давайте договоримся о понятийном аппарате Или, например, когда кто-то защищает диссертацию Говорит, мы под этим определением понимаем то-то, то-то, то-то То же самое, на мой взгляд, надо делать и в семейных отношениях До того, как эти семейные отношения официально состоялись То есть сесть и поговорить, сесть и обсудить Что для вас значит семья Как вы это видите Как вы видите совместную жизнь Что для вас значит измена Что изменой является И вот в данном случае, мне кажется, что будет получаться В зависимости от людей Разные критерии Для определения Этих понятий Потому что я знаю знакомых У которых, если муж после работы Хотя бы на 30 минут задержался То это все, это ужасный ужас И ужасный скандал Вместе с тем есть семейные пары У которых не контролируется Время прихода домой, скажем так Достаточно только предупредить друг друга Я думаю, что мы видим только вот эту внешнюю красивую картину То есть внешне красивые люди Создают пары и начинают жить вместе Мы не видим с вами, что происходит у них в быту И мы на самом деле не можем знать Какова Моника Белучча в быту Да, она действительно Идеал женской красоты для меня тоже Очень женственная Очень привлекательная Манящая У нее очень плавные, красивые движения Но мы не можем сказать Какова она дома Может быть дома Она просто ревностью Не знаю, не дает прохода своему супругу И просто ему становится трудно дышать Каждый, находясь дома Хочет отдохнуть Побыть собой Сбросить маску Да, и, возможно, вот то, что под этой маской находится Ну, не совсем способствует счастливой семейной жизни Мы не можем знать, что нужно мужчинам Но можно только догадаться Да, ну вот я могу так, например, подумать о том Что, наверное, мужчине дома нужен уют Да, нужно тепло Да, наверное, нужна очень сильно поддержка Да, потому что Мужчинам мы говорили об этом с вами сейчас непросто Да, их нужно как-то поддержать морально Да, может быть, они не получают этой поддержки Я очень тупых не люблю Прямо вот вообще никак Я никогда даже не буду общаться с человеком С которым, мне кажется, там недостаток Причем дело не в количестве прочитанных книг А именно дело вот в остроумии То есть если этой остроты ума нет, то очень сложно Если нет чувства юмора Ну и вот та черта, связанная с жадностью То есть вот, может быть, наверное, три таких качества Которые меня очень сильно от мужчин отталкивают Ну, я могу сказать, допустим, как у моего супруга Разрешите привести пример Надеюсь, он не будет возражать Значит, на пять дней обязательно, на неделю пять рубашек чистых Вот, ну и несколько костюмов для того, чтобы он мог Эти костюмы менять по своему усмотрению Вот, у нас на самом деле, так как мой супруг Долгое время работал в государственной службе У нас гораздо больше костюмов и рубашек и галстуков Да, но я считаю, вот как бы Моя обязанность подготовить на неделю На пять рабочих дней Да, сменную какую-то одежду Только разговоры, только переговоры Больше других вариантов я не вижу Но в самый момент конфликта надо просто дать выговориться Обеим сторонам причем Вот, обе стороны должны выпустить пар И это абсолютно нормально Мы же где-то должны этот пар выпускать Ну, а потом садиться за стол переговоров и договариваться И переговоры должны идти до тех пор Пока мы не пожмем друг другу руки Да, что у нас произошло взаимная договоренность То есть каждый достиг определенного результата Мне очень нравится, как говорит Литвак на эту тему Он говорит о том, что брак это тянуть лямку жизни вместе Вот, что я понимаю, да, под этим Тянуть лямку жизни вместе То есть у нас есть совместный быт У нас есть совместный бюджет У нас есть совместные дети У нас есть совместные заботы Там, дом и так далее Да, ну и так далее, и так далее, и так далее Поэтому для меня это вместе эту лямку тянуть, то есть вместе заботиться о детях, вместе заботиться о доме, вместе заботиться о бюджете и так далее. Для меня язык любви это когда я вижу, что я не одна, я вижу, что мы делаем это как партнеры. Например, если я пришла поздно домой, пожалуйста, приготовь ужин, спасибо тебе большое, что ты об этом позаботился и помыл посуду, благодарю тебя, потому что я пришла раньше, я сделал это. И вот для этого не нужно слов. То есть это происходит на уровне, мы просто это понимаем, он это понимает и я это понимаю. Вот для меня это самый главный язык любви. Или же, например, я сегодня не успеваю забрать детей, все, я все понял. То есть и уже больше не нужно говорить о том, что нужно куда-то идти их забирать. Да, это, конечно, не сразу получается. Моему опыту супружеской жизни в этом году исполнится 20 лет, вот такой небольшой юбилей. И, конечно, да, это вот не сразу получилось, но постепенно, постепенно, да. Подкаблучник это человек, у которого нет своей воли или своего слова, или своего мнения. Я думаю, что здесь произошла такая подмена понятий. То есть у нас как-то больше ведь это даже в таком мужском сообществе говорят о том, что ты что, подкаблучник? То есть как бы в претензию человеку, который, например, спешит домой сейчас. Поэтому это, мне кажется, больше вот у них, у самих, у них, у самих, в их среде это слово считается таким не очень правильным. Потому что в моей, допустим, философии, да, и в моем понимании, если мы тянем лямку жизни вместе, да, то, ну, я, наверное, не могу, в общем-то, ну, как-то давать какие-то неправильные советы. Наверное, все-таки, да, я размышляю тоже как-то правильно, да, потому что у нас есть какая-то конечная цель или же задачи, да, как-то про семью не очень хорошо звучит, и про жизнь конечная цель. Да, ну, то есть мы куда-то движемся. Да, 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 какие-то у нас есть, совершенно верно, да, этапы. Мы к ним движемся, поэтому нормально иногда послушаться женой, даже не иногда, и даже часто делать это, потому что все-таки какая-то житейская мудрость, она в нас присутствует, конечно, в тех женщинах, в которых она присутствует, скажем так. Мне кажется, это не только для мужчин, это для всех и для женщин тоже очень важно, чтобы была какая-то... Но все-таки я назову это целью, да, какие-то вершины, какие-то задачи, которые необходимо решать. Для женщин это тоже свойственно. Если у женщины не будет ничего впереди, то, в общем-то, очень сложно собрать себя, очень сложно систематизировать себя. То есть если мы посмотрим истории всех успешных людей, это люди, у которых была очень какая-то четкая цель или же какая-то сумасшедшая мечта, и это люди, которые к ней шли. То есть у них что-то не получалось в первую очередь, в третью вот эту целеустремленность, да, когда под эту целеустремленность потом подвязываются такие личные качества, как там дисциплина, да, самоорганизация, ну и так далее, и так далее. То есть мне кажется, это важно каждому человеку и мужчине в том числе. Ну а если еще мы говорим про мужчину как человека, который, там, добытчик, да, то есть у нас есть ведь такие общественно принятые, скажем так, слова, которые мы описываем, при помощи которых мы описываем мужчин. Да, и вот если мужчина-добытчик, мужчина-человек, который обладает каким-то статусом, который чего-то достигает, то понятно, что у него тоже эта цель должна быть. Я помню, когда я только-только вышла замуж, и я, значит, вышла замуж, и мне на свадьбе друг моего папы, с которым они росли вместе, сказал, что вот с этого дня ты больше никогда не жалуйся родителям на своего мужа, вот, потому что вы-то помиритесь, вот, а родители будут твои переживать. И это был самый хороший совет, да, который я получила, я до сих пор благодарна. Я не готова ни из кого ничего делать, потому что мне бы еще себя бы, знаете, долепить, потому что процесс, он еще длится и длится. Мне кажется, я только вообще после 30 лет начала задаваться вопросом, чего же я хочу дальше, потому что до 30 лет были цели, которых нужно было достичь, и это цели, которые мне, ну, скажем так, запрограммировали мои родители. Спасибо им большое, но просто раньше никогда у нас не спрашивали. Сейчас у нас есть дисциплина, например, цель и полагание, да, как ставить и добиваться личных целей. После 30 лет я задалась вопросом, а чего я хочу дальше? Это был очень серьезный путь для меня. И я вот только-только, да, начинаю понимать, что я хочу дальше, поэтому я не готова из другого человека ничего лепить, во-первых. А во-вторых, одержимости, все вот эти вот не совсем здоровые отношения мне тоже не подходят. Мне кажется, что хорошие партнерские семейные отношения, партнерские отношения, это когда мне хорошо одной, но с тобой мне как бы вот тоже хорошо, или хорошо больше хорошо, скажем так. Ну или же, если сказать по-другому, то с тобой мне лучше. Мне кажется, вот это больше, ну, лучше вписывается в мою картину, в мое понимание. Я была студенткой, мы поехали на всероссийский слет студенческой молодежи в Москву. Эту историю я всем рассказываю, расскажу с удовольствием. Есть такой у нас замечательный человек, Берхеев Эльдар Мансурович. Он был председателем студенческого правкома медицинского университета. И мы приехали в Москву, он тоже был с нами, он говорит, сейчас я позвоню своим друзьям, и они придут к нам в гости. И мы пойдем гулять, значит, все вместе, ну, студенты. И вот один из них был мой муж, который как-то так получилось, что во время прогулки как-то мы уже пошли с ним отдельно, я потеряла всех остальных. Вот, потом он проводил меня до гостиницы и напоследок поцеловал. Вот этот вот поцелуй меня просто пробило электрическим током сверху донизу, вот. И такого волшебного поцелуя в моей жизни больше не было. Это импринтинг. Знаете, мне очень нравится в этом, в сумерках, да, когда у них там что-то происходит, они говорят, я запечатлелся. Вот мое запечатление произошло именно в этот момент. Брэд Питт, еще Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда, и Машков в фильме «Охота на пиранью» особенно. Он прекрасен, он спасает мир, он спасает женщину, и он красив, прекрасен и надежен, да, просто эталон. Женщина может сделать мужчину счастливым, я в этом уверена. И при желании, если мужчина сам хочет быть счастливым. Потому что, если мужчина не хочет быть счастливым по разным причинам, то сначала надо сходить к врачу вылечиться, потом захотеть стать счастливым и найти женщину, которая поможет ему стать счастливым. Но, кстати, женщина и может сделать человека несчастным. У меня большое количество таких примеров, поэтому очень важно найти правильную женщину и правильного мужчину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова